здравствуйте дорогие зрители с вами светлана из города перд западная австралия на моем канале я говорю о парфюмерии и сегодня я буду рассказывать об аромате шалимар в который раз начну я с того что расскажу вам о некоторых растениях которые растут в австралии сегодня сегодня у нас будет три растения вот это дерево карри сейчас оно цветет дерево карри очень популярно в индийской кухне вы все знаете что есть блюдо карри но на самом деле запах блюда карри карри в общем то как как русский борщ сколько хозяек столько и карри да запах карри совсем не похож на запах вот этого растения его добавляет еду я с дальнего востока и на дальнем востоке растет такая ягода она называется красника или в простонародье в простонародье клоповник и мне вот этот вот запах карри очень напоминает запах этого клоповника пахнет родиной цветы пахнут цветы пахнут цветами на самом деле есть немного запах такой же запах похоже на запах листьев этого растения но все-таки они пахнут по-другому и очень приятно насколько я знаю есть несколько ароматов запахом листьев карри на самом деле я думаю что их могло бы быть и больше действительно очень интересный цветок у него потом появляются черные плоды ягоды у них такой же аромат как и у листьев карри я их даже ела и со мной ничего плохого не случилось интересно наверное было бы интересно увидеть аромат запахом ягод карри следующее растение у меня растет во дворе и она является кустом похожим на пихтовый но на самом деле это не пихтовый достаточно достаточно колючий кустарник и вот сейчас он цветет вот такими замечательными красивыми цветами подобных кустарников здесь очень много и очень разнообразные их цветы если кто-то знает как это называется я буду признательно потому что те приложения которыми я пытаюсь пользоваться чтобы понять что это за цветок когда наводишь телефон фотографируешь и тебе приложение выдает название а но почему-то очень сильно ошибается то есть я так и не нашла что это за цветок и еще один один цветок который здесь растет это цветок это дерево которое сейчас цветет это очень красиво она цветет вот такими замечательными розовыми цветами очень мелкими пахнет слабо очень слабо пахнет но вот это все дерево оно покрыто вот такими похожими на листья аспаржи которые мы кладем на первое сентября в пукет и гладиолусом и вот это все дерево такое пушистое зеленое и из него такие огромные пушистые ветви розовые такое ощущение что вот просто ангорское розовое дерево как из ангурской шерсти если кто-то знает как называется тоже буду признательна вот тема сегодняшнего видео видео вскрытие в эфире аромата шалимар на которые я решилась мне было бы обидно если бы я вскрыла винтажный флакон и потом бы вам показывал уже открытый хочу сегодня сделать вскрытие в прямом в прямом эфире и почему я это делаю потому что мне очень давно хотелось попробовать версию аромата шалимар как можно более древнюю соответственно она должна была быть приобретена в закрытом флаконе чтобы мы точно знали что аромат не подвергался не подвергался воздействию пальцев воздействию воздуха несомненно он старится и сейчас сначала я вам покажу не открытые флаконы и начну я с флакона авиен пятидесят в конце пятидесятых начале шестидесятых годов герлен выпускал аромат шалимар для рейса который начал полеты рейс франц из париже в нью-йорк и для пассажиров этого рейса изготавливались ароматы называть которые назывались авиен собственно говоря это обычный аромат шалимар но но у него было интересное оформление я вам сейчас покажу вот такой достался мне флакон это видимо из конца пятидесятых годов и эта версия аромата авиен вы видите коробка лилового или пурпурного цвета уже потемнела и на ней маленький логотип герлен лошадка герлен и внутри находится вот такой флакон он запечатан и отдельно к нему идет крышка у меня не полная версия этого этого у этой упаковки потому что у нее отсутствует верхняя бумажная упаковка я вам покажу дальше как она выглядит и также крышечка не упакована в отдельную коробку в которой она должна была быть этот флакон это флакон бакара хрусталь и как мы это понимаем потому что на на дне этого флакона есть штамп бакара круглый штамп бакара этот флакон сегодня я вскрывать не буду пока он пусть лежит в первозданном виде мне это очень нравится далее я вам покажу еще один флакон гораздо более меньший и здесь у нас представлена полная упаковка полная упаковка аромата вот в такой же пурпурной коробки с маленькой логотипом герлен называется марли марли хорс и внутри находится также флакон запечатан точно также и очень темная жидкость вы видите конячного цвета на упаковке есть логотип но из-за логотипа сложно сложно определить является ли это флаконом бакара или каким-то другим флаконом но вероятнее всего это флакон бакара хрустальный и к нему идет вот такая коробочка в коробочке находится крышка отдельно смотрите она коротенькая да красиво и крышка упакована вот в такую тканевую ленточку на которой написано герлен замечательный флакон и сегодня покажу вам еще один флакон из такой же серии вьюн этот флакон представлен уже в полной упаковке он упаковывался в голубую бумагу с логотипом герленд и на нем написано air pack воздушный воздушная упаковка экстракт номер 3009 шальма далее флакон упакован в обычную коробку даже собственно говоря мало пахнет люксом и внутри точно такой же точно такой же фукуляр в котором находится такая же упаковка вьюн и лошадка марли хорс этот флакон флакон компании по шейдю корвел кажется так это произносится кто кто знает те знают кто знает французский поправьте меня пожалуйста вот так красиво он упакован у него замечательная крышечка печать и так же есть маленькая коробочка в которой находится с притертой крышкой с притертой пробочкой и с гораздо более короткой лентой герлен вот видите есть разница в упаковке все таки да такой вот флакон и сегодня мы будем скрывать именно его почему я вам показываю все три флакона потому что они все разные вы видели что у них разный размер и что у них разный разный производитель флакона и несколько разные крышки вы заметили что есть покороче есть подлиннее вот сейчас начнется самое главное я запаслась различными ножницами щипцами и сейчас мы будем скрывать пластиковую упаковку которую мне скрывать страшно но я это сделаю так если я что то делаю не так то мы потом знаем так самое печальное что пробка такая старая что она начала крошиться то есть видимо достать ее щипцами не получится поэтому будем доставать ее таким инструментом а еще лучше доставать ее крючком так нам нужно достать ее чтобы она не упала в аромат но видимо не выйдет сегодня не выйдет нет выйдет так у меня это получилось мне теперь нужно взять небольшую салфетку и протереть горлышком чтобы остатки пробки не портили аромат вот такие вот интересные вещи мы делаем вот текстовый товарищ нам достался вот мы его вскрыли да товарищ шерема как у него пахнет пробкой это просто обалдеть это просто невозможно и теперь что мы будем делать мы достанем его красивую пробочку и наденем на него вот так вот все вы можете видеть что сколько аромата было во флаконе то есть испарилась практически наверное восемьдесят процентов и двадцать процентов осталось пробка замечательно подходит я очень рада и в чем в чем суть мне бы очень хотелось сравнить эти ароматы ароматы вот это видимо самый старый шеремар который у меня есть далее у меня есть аромат из из конца шестидесятых начала семидесятых годов вы видите что коробка уже более интенсивного цвета на ней написано Герлен Париж на предыдущих коробках этого не было и марли хорш логотип большой и и красивый жидкость вы видите уже намного более светлая и почему-то она практически не испарилась что интересно далее у меня есть флакон более поздний из конца семидесятых годов но это миниатюра и далее у меня есть современные ароматы поэтому начнем с теста я буду периодически прерываться поскольку я буду наносить аромат и потом потом вам рассказывать так наносим его на запястье будем его сравнивать с ароматом с ароматом из семидесятых годов красота красота красотища и на на другое запястье я наношу тоже экстракт чистые духи из флакона из восьмидесятых годов из конца шестидесятых начало семидесятых годов и теперь ждем так смотрим кто у нас делал этот флакон этот флакон никто не указал свое авторство тем не менее тоже хрустальный красивый флакон я подождала несколько минут для того чтобы дать ароматам раскрыться и с самого начала я почувствовала разницу я не могу сказать что какой-то из ароматов лучше а какой-то хуже но разница несомненно есть аромат из флакона вион который мы только что вскрыли он очень мягкий он такой мягкий что просто даже не соответствует цвету жидкости во флаконе в нем меньше нот бензоина вот то что мы любим в шалимаре то что пахнет сжженными покрышками я допускаю что это аромат бензоина здесь его здесь его очень мало то есть это все очень мягко мягкая ваниль мягкий бергамот ну вы знаете честно говоря если бы я не открывала эту коробку и от нее не шел запах шалимара я бы даже засомневалась шалимар ли это после того как я пробовала пробовала более новые версии шалимара несомненно нужно отдать должное возрасту этого аромата вполне вероятно что из-за испарения он очень сильно изменился несмотря на то что он был в запечатанном флаконе ну я могу сказать что он не очень нравится что все все ноты вот все что чувствуешь из этого аромата это очень мягко я даже не могу сказать что это грязно это чисто это мягко это телесно при этом при том что чисто и я бы не сказала что это запах плохой девочки который когда шалимар выпустили говорили что леди не курят не танцуют и не носят шалимар была такая поговорка думаю что то я не вижу почему леди не могут носить шалимар дело в том что он не холодный он очень теплый поэтому видимо это не не соответствует высокому классу высокому классу женщин из аристократических семей которые должны держать дистанцию здесь дистанции держать не хочется здесь хочется в этом всем погрязнуть это все такое уютное замечательное мягкое потрясающе мне очень нравится сразу аромат казалось бы на 10 лет позднее по тому что я изучила по флаконам и здесь уже здесь уже очень сильно чувствуется бензоин вот из-за бензоина у аромата шалимар появляется некоторая агрессивность агрессивность и такая современность ну что могу сказать если бы у меня был выбор каким ароматом пользоваться вот этот аромат был бы наверное для для любимых а этот для окружающих этот аромат для ближнего круга этот для дальнего этот это аромат скорее матери семьи женщины уютной а здесь уже есть плохая девочка которая и танцует танго и курит и носит шалимар что мы сделаем дальше дальше я возьму еще более поздний поздний флакон он у меня из миниатюри это тоже чистые духи и сравню его с версии с версии которая вышла в прошлом году версия лимитные лимитные здания в парфюмированной воде будем наносить 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 это на другую сторону запястья и вот этот аромат как бы его так пшикнуть чтобы его было не очень он кстати новый флакон поэтому еще даже не пропшиканный так мы сделаем все сюда и будем сравнивать будем сравнивать дальше поехали значит теперь сравниваем в общем сравнить сравнить что-то вот с этим ароматом сложно он мягкий он другой и ни одна из следующих версий которые я сейчас наносила не является такой же мягкой вполне возможно что когда этот аромат был в полном флаконе и не испарившийся у него был несколько другой профиль и он был очень сильно похож на на остальные ароматы которые я сегодня тестирую сейчас это уже не так поэтому многие гоняются именно за изданием авиен поскольку он идет в запечатанном флаконе я могу вам сказать что пробка совершенно не держит аромат и если вы захотите приобрести очень древнюю версию шалимара то видимо авиен это не самый удачный вариант для того чтобы понять как аромат звучал тогда тем не менее это замечательная версия я буду с удовольствием его носить жаль что его здесь очень мало что касается вскрытия двух других версий авиен я не буду скрывать поскольку они не должны отличаться в них такой же аромат он также испарялся если я день где-либо увижу более древнюю версию шалимара до шестидесятых годов то если решу приобрести это будет не флакон так можно уже тестировать вот этот флакон с приземистой ножкой смотрим да ароматы до семидесятых годов выпускались в ножках в таких винных и в семьдесятых шалимар изменил флакон и ароматы начали выпускаться с такой приземистой ножкой их называли еще называли еще присевшие флаконы да так их можно отличить вы видите даже в мини-флаконе жидкость сохранилась нормального цвета и сейчас мы будем сравнивать версию из конца шестидесятых с версией из с версией из конца семидесятых версия начала семидесятых и конца семидесятых ну могу сказать что они друг от друга практически не отличаются поэтому если вам кто-то скажет что аромат в приземистом флаконе отличается от более ранних ароматов с достаточно светлой жидкостью то не верьте это не правда они очень похожи в них хорошо чувствуется бензоин и хорошо чувствуется бергамот и это такой яркий восточный ориентальный аромат там амброво ванильно бензоиново бергамотный замечательный и последнее что я сегодня нанесла это аромат прошлого года лимитная серия какой красивый флакон вы знаете он звучит более они настолько похожи то есть то что я сейчас пробую из этого флакона из этого флакона это практически одно и то же вот со скидкой на возраст и на то что это парфюмерная вода а это чистые духи я не могу сказать что у этих ароматов большая разница что могу сказать здесь сильнее нота бергамота вот цитрус здесь звучит намного громче но мы все знаем что обычно цитрус улетает из аромата первым да эти верхние ноты улетают первым с возраста поэтому если кто-то желает пахнуть чем-то похожим на тот старый аромат то вот эта версия шелемара по моему это это то что нужно да и даже 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 то что мне не нравится в жике мне какая-то нота пахнет неприятно в жике здесь она присутствует тоже замечательный замечательный действительно очень похож на тот настоящий аромат шелемара и еще одна версия у меня есть которая была выпущена до издания лимитного это тоже лимитное издание это издание 2010 года вот с такой вот подвеской и я его также нанесу аккуратно чтобы он не ламинировал 10 лет аромата ну что могу сказать здесь очень яркие цитрусы они более сладкие это не просто тот же самый аромат который не просто тот же самый перепакованный аромат шелемар в парфюмерной воде он действительно другой в нем больше цитрусов цитрусов причем не бергамота а именно таких сладких цитрусов меньше ванили могу сказать что версия прошлого года звучит гораздо более ванильно и более богато что касается бензоина то здесь немного бензоина что еще могу сказать я честно говоря под впечатлением насколько честно без без всяких без всяких пред пред убеждений насколько лимитка прошлого года похожа на аромат шелемар который выпускался скажем после шестидесятых годов то что выпускалась до шестидесятых годов очень сложно сравнивать потому что видимо аромат просто не сохранится в том виде в котором он должен был быть но верьте мне это очень похоже на на то что было тогда собственно говоря на сегодня все у меня был пунктик по поводу пробы старого шелемара какой он был этот пунктик закрыт и я свой интерес удовлетворила надеюсь надеюсь вам тоже было интересно посмотреть до свидания спасибо и забыла упомянуть что видео про другие шелемары есть на моем канале и ссылка на них на них есть в инфобоксе также пожалуйста расскажите мне если у вас были или есть старые версии шелемара с чем бы вы могли их сравнить чувствуете ли вы большую разницу между старыми версиями и новыми версиями этого аромата и особенно мне было бы интересно услышать мнение тех у кого этим ароматом пользовались мамы и бабушки потому что моя мама не любила такие ароматы и бабушка тоже бабушка я даже не знаю были ли у нее какие-либо ароматы в принципе спасибо вам до свидания теперь